Глава четвертая «Не испытывай своего счастья», — сказал малыш на следующий день вечером, когда смог собрался идти в Эльгорн. «Твоя полоса была очень длинна, но ты доиграл ее до конца. Если ты опять начнешь играть, ты наверняка спустишь все. Но я же сказал тебе, малыш, что тут нет никакой полосы счастья. Это статистика, система. Я ей при желании не могу проиграть. Провались она к черту, эта система. Нет никаких систем. Раз как-то я выиграл в железку 17 раз подряд. Что же это было, по-твоему, система? Просто бешеное счастье. Но только я струсил тогда. Если бы я не снялся после 17-й карты, я выиграл бы больше 30 тысяч. А заложил-то я в банк знаешь сколько? Два доллара. Что бы там ни было, малыш, а у меня настоящая система. Ха! Так покажи мне ее. Я уже показывал тебе. Пойдем со мной, я покажу еще раз. Когда они пришли в Эльгорн, все взоры обратились на смока. Стоявшие возле стола игроки расступились, когда он направился на свое прежнее место возле крупья. На этот раз игра его совершенно не походила на игру, которую он вел в прошлый раз. В течение полутора часов он поставил только 4 ставки, но каждая была под 25 долларов и каждая выиграла. Он забрал 3500 долларов и малыш доставил золото в хижину. Теперь самая пора бросить игру, советовал малыш, сидя на краю своей койки и снимая макосины. Ты забрал 7 тысяч. Надо быть дураком, чтобы еще дольше испытывать свое счастье. Малыш, только сумасшедший бросит на середине такую систему, как у меня. Смок, ты парень хоть куда. Ты обучался в колледже. Ты в одну минуту можешь узнать больше, чем я в 40 тысяч лет. И все-таки ты ошибаешься. Здорово ошибаешься, называя свою полосу счастья системой. Я помотался по свету и видел всякие виды и должен сказать прямо, на чистоту, что нет такой системы, которая могла бы победить в азартной игре. Но, однако, я предъявил тебе именно такую систему. Нет, Смок, ты ошибаешься. Это сон. Я сплю. Сейчас я проснусь, разведу костер и стану готовить завтрак. В таком случае, мой неверующий друг, вот тебе песок. Пощупай его. С этими словами Смок бросил на колени своему товарищу увесистый мешок с золотом. Он весил 35 фунтов, и малыш почувствовал значительную тяжесть, когда мешок прикоснулся к его коленям. Самый что ни на есть реальный, сказал Смок. Хм. В свое время я видывал самые реальные сны. Во сне все бывает возможно. А в жизни система невозможна. Конечно, я не был в колледже, но только я прав, считая всю эту нашу азартную оргию сном. Закон бережливости Гамильтона, засмеялся Смок. Я что-то ничего не слыхал об этом старикашке, но он должно быть прав. Я вижу, Сон Смок, и в этом сне ты все время преследуешь и мучаешь меня своей системой. Если ты меня любишь, если ты действительно меня любишь, то ты сейчас крикнешь «Малыш, проснись!» И я проснусь и начну готовить завтрак.